Доброе утро! Время новостей на 12-м канале. В студии Елена Вовкова и Коротко о главном. Предстали перед судом. В Омске началось первое заседание по резонансному делу убийц экс-футболиста Иртыша Егора Дробыша. Родственники требуют пожизненного срока для преступников. Авторов креативных бизнес-идей поддержат финансово. Все больше омичей оформляют социальные контракты. Декабрьский дождь и потепление регион ждут очередные погодные качели. Есть уже и прогноз на весь первый месяц зимы. И вопреки пандемии рождественский полумарафон соберет любителей бега. Лишили жизни из-за пакета с пивом. В областном суде начинается рассмотрение уголовного дела убийцы экс-игрока Иртыша Егора Дробыша. Напомню, в конце января на него и его друга напали двое с ножом. Дробыш скончался на месте. Товарищу удалось выжить. Нападавших нашли по записям с камер наблюдения. Уже после выяснилась стоимость продуктов, из-за которых они лишили человека жизни, не больше 700 рублей. Обвиняемые почти год провели в СИЗО. А сегодня впервые с момента нападения посмотрят своей жертве и близким погибшего в глаза. В зале суда собрались родственники и друзья футболиста, здесь же его мать. И друг, которому в тот день чудом удалось выжить. Подробности и резонансные истории вспомнила Ангелина Рунова. Прямо сейчас за мной здание областного суда. В этих стенах будет решаться судьба Нагорнюка и Олегачева. Подельников, рецидивистов, которые напали на футболистов Егора Дробыша и Виталия Романчука. Трагедия, напомню, произошла почти год назад в ночь с 26 на 27 января в больничном переулке. Молодые люди попали в поле зрения пьяных уголовников. На пересечении улиц 19-го портсъезда и магистральный Виталию Романчуку удалось в роковую ночь остаться в живых. Он выбрался из больничного переулка. Ему разможили надплечья, но сердце, к счастью, не задели. Очевидцы вызвали скорую помощь. Спортсмена госпитализировали в КМХЦ, прооперировали и выписали из больницы спустя 10 суток. Егору Дробышу, 21-летнему экс-игроку Иртыша, повезло куда меньше. Удар оказался смертельным. Молодой человек погиб на месте до приезда врачей. Сейчас Нагорнюк и Лигачев выдвигают свои версии произошедшего, причем противоречат друг другу. Вину признают лишь частично. Один уверяет, что ограбление совершили ради легкой наживы, сотового телефона и денег, которые приметили он и непокойного Дробыша. Второй настаивает, что целью нападения был злополучный пакет с пивом. Другая версия, озвученная в ходе следственных действий, это желание проучить чересчур дерзких спортсменов за, цитата, слишком самоуверенный вид. Третья легенда, это роковая путаница. Якобы один из обвиняемых обознался. Принял ребят за другую кампанию, с которой у него был давний конфликт, и решил отомстить. Так и пустил холодное оружие в ход. Версии в ходе расследования уголовного дела было озвучено очень много, но сейчас, по данным наших источников, Лигачев намерен предстать перед судом с новой тактикой защиты. Обвиняемый настаивает на превышении самообороны. Якобы пустил холодное оружие в ход, защищая свою жизнь от агрессивного дробыша. Как обстояла ситуация на самом деле? К какой версии склоняются правоохранительные органы? И каковы улики, собранные на данный момент, мы узнаем, как только войдем внутрь. Поскольку сегодня на заседании запланировано ознакомление с материалами уголовного дела, оглашение обвинения. А это значит, что мы мысленно перенесемся в ту роковую ночь и услышим подробности убийства экс-грок АРТШ Егора Дробыша. Будем держать вас в курсе событий. Почти полмиллиарда рублей на открытие собственного дела и выход из трудной жизненной ситуации. В этом году Федеральное и Региональное Министерство Труда выделили на социальный контракт рекордную сумму. И уже стартовал прием заявок на следующий, 2022. Напомню, в рамках такого договора амичи с низким доходом могут поправить свое финансовое положение и даже стать бизнесменами. Проект Анастасии Болдыревой яркий тому пример. За счет субсидий в 250 тысяч рублей выпускница Сибгувка открыла собственную спортивную секцию и закупила оборудование. Обучает малышей от 2 до 7 лет катанию на велосипедах. Аналогов этому кружку в регионе нет. В основном, говорит начинающий предприниматель, подобные занятия проводят для школьников. А здесь держать равновесие учатся с первых лет жизни. Занятия на беговелах очень хорошо развивают координацию, также повышают общую физическую подготовку. То есть мы также занимаемся какими-то силовыми упражнениями. Благодаря социальным контрактам можно не только открыть дело, но также обустроить личное подсобное хозяйство и найти работу. В прошлом году было только одно направление договоренности – поддержка тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а сейчас их четыре. Существенно вырос и размер субсидий. Раньше одному человеку могли выдать максимум 50 тысяч рублей, теперь в пять раз больше. Неудивительно, что увеличилось и число самих контрактов. В этом году их заключили свыше пяти тысяч. В 2020-м всего около трехсот. На этот раз общая сумма поддержки из федерального и областного бюджетов составила 440 миллионов рублей. Отмечу, что соцконтракт подписывают только с малообеспеченными гражданами. И еще одно условие, чтобы, например, открыть дело, обязательно нужен бизнес-план. Омская область – это один из немногих субъектов, кто в этом году бесплатно помогает подготовить бизнес-планы. В Омской школе социальных контрактов учат тому, что это такое, что это за документ, как просчитать финансовые риски возможные, а также с минимальными рисками организовать свое собственное дело, чтобы впоследствии выйти на самоокупаемость. Более того, не просто тебе дают возможность составить бизнес-план, но и готовят весь пакет документов. Услугу могут получить и жители отдаленных сел. Составлять бизнес-план их научат дистанционно. Добавлю, что прежде чем подавать заявку на соцконтракт в региональный Минтруд, стоит пройти консультацию в комплексном центре по месту жительства. Имущество дачников теперь в безопасности. Полицейские задержали серийного грабителя, который орудовал на садовых участках. На неделе на неизвестного вора жаловались жители Ростовки. После ночных налетов преступника с дач пропадали изделия из металла. Садоводы забили тревогу. Самостоятельно вычислить и задержать злоумышленника они не могли. В дело вмешалась полиция. Оперативники нашли тайник. На обочине одной из дорог в Ленинском округе обнаружили краденный металл. Там же задержали и виновника происшествия. Грабителя поймали с поличным. И не одного, а вместе с подельницей. Мы складывали в прицеп. Как часто это делали? За последний месяц. Где-то в районе, ну, день-два в неделю точно. Далее куда девали краденый металл? Ну, сначала складывали около участков. Потом проезжали на автомобиле по аллее. Собирали, складывали в прицеп. А потом уже, если было много металл, мы куда-нибудь складывали на трассе. Вес похищенного составлял в среднем за одну такую поездку? Где-то от 700 килограмм до тонну 200 где-то. Задержанный 20-летний житель Кировского округа в СНТ приезжал на легковом авто с прицепом. С фонариком обходил аллеи и выносил все, что плохо лежит. Награбленное сдавал на металлолу. Сейчас любитель легкой наживы, фигурант уголовного дела. Полиция уже установила три эпизода и продолжает расследование. А мечу грозит до пяти лет тюрьмы. Дождь и плюсовые температуры уже с сегодняшнего дня в регионе начнется неожиданная оттепель. Синоптики обещают от нуля до плюс четырех. Не исключены и осадки, мокрый снег и даже дождь. Как отмечают специалисты, выше нормы температура в Омской области держится уже с октября. Декабрь не станет исключением. Первый зимний месяц будет теплее обычного сразу на полтора градуса. Тогда как норма для региона в это время 10 градусов холода днем и 18 с половиной ночью. При этом снега для создания горок и крепости будет достаточно. Осадки прогнозируются в пределах нормы. По сути дела вот эта ситуация, она сохранится вплоть до конца этой недели. А вот уже со следующей недели в тылу вот этого уходящего на дальний восток циклона в регион вновь начнут поступать холодные воздушные массы. И температура станет возвращаться в рамки сибирского климата. Основной пик морозов по предварительным прогнозам в прерыве ожидается в середине месяца. Когда в ночные часы будет воздух остывать до минус 24-29 градусов, где и ожидаются 30-ти градусные морозы. Из-за непозимнего теплой погоды не могут уснуть косолапые постояльцы Большереченского зоопарка. Так, бурую медведицу Машу перепады температуры вынудили выйти из берлоги, хотя хищница уже готова была уйти на боковую до весны. Не спится и маленькому Макару. Медвежонок не так давно поселился в зоопарке. В первые годы детеныш ей учит спать мать. Так что, вероятнее всего, эту зиму зверь проведет не как его сородичи. Хотя, по словам сотрудников, Мишка, кажется, готов сдаться и погрузиться в сон. Он много стал проводить времени в своем домике. Зароется в салон, только один носик торчит и даже не выбегает. Раньше он сразу выбегал, реагировал на нас, на сотрудников, на посетителей, чтобы что-то поиграть радостно. А сейчас нет, сейчас он кушает так медленно с расстановкой утром. И затем уходит в домик и предпочитает зарыться в салон и спать. Бодрствует пока и гималайский медведь-малыш и бурая медведица Соня. Домики для них, тем не менее, уже давно подготовлены. Деревянные конструкции хорошо утеплели, положили туда сено и солому. А вот импровизированные берлоги Крохи и Фомы еще и хорошо засыпали снегом. Они, в отличие от своих товарищей, предпочли не обращать внимания на погодные аномалии и уснули. За подготовку к зиме Омск Энерго получает один балл. И это для энергетиков лучшая оценка. Ее поставили Федеральное министерство энергетики и компания Россетия Сибирь. Один значит готов. Что сделано для того, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения МИЧЕ и не планируется ли повышение тарифов в нашем материале. Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду энергетики получают в ноябре. Как свидетельство того, что все запланированные ремонты выполнены качественно и в срок. В этом году работы обошлись у Омска Энерго в 570 с лишним миллионов рублей. Расчищали просеки ЛЭП, заменены воздушные линии электропередачи, опоры, изоляторы, отремонтированы трансформаторы на подстанциях. Сделать могли бы и больше, но ограничены рамками тарифа. А он в Омской области один из самых низких в Сибири. Что касается роста тарифа, безусловно, он предполагается. Жизнь идет, идет инфляция, дорожают материалы, оборудование и так далее. Региональная энергетическая комиссия должна все эти факторы учитывать для того, чтобы мы могли обеспечить надежную работу электросетевого комплекса и закупать оборудование для исполнения ремонтной программы и инвестиционной программы. Сейчас энергетики ожидают от региональной энергетической комиссии, федеральной антимонопольной службы документы и параметры тарифного регулирования на 2022 год. При этом федеральная антимонопольная служба предлагает внедрить для сетевых организаций так называемые эталоны, чтобы унифицировать и упростить операционные расходы, повысить прозрачность расчетов и ликвидировать тарифную дискриминацию, с которой сейчас сталкиваются Россети. Омск Энерго обеспечивает электричеством весь регион, при этом его доля в конечной цене за электроэнергию постепенно снижается. Сейчас это всего 11%. Между тем эталоны позволят распределять средства оптимальней, без повышения нагрузки для потребителей. Ксения Пашкова, Денис Жарков, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Кирилл Семенов может вернуться в авангард. По информации хоккейных инсайдеров, обладатель Кубка Гагарина в составе омской команды, был выставлен Торонто Maple Leafs на драфт отказов с целью безусловного расторжения контракта. Такой ход позволит игроку вернуться в КХЛ и продолжить карьеру в составе ястребов. Некоторые же заокеанские журналисты утверждают, что Семенов был отправлен обратно в фарм-клуб Maple Leafs команду Торонто Марлис, играющую в АХЛ. Связано это с тем, что Марлис из-за травм потеряли сразу двух ведущих нападающих – Семена Дера Аргучинсова и Джошуа Хосенга. Официального подтверждения о возвращении Семенова в авангард, как и о том, что он снова в составе Марлис, пока нет. Амичи могут принять участие в рождественском полумарафоне в привычном формате. В этот раз он пройдет точно, одиночных забегов с гаджетами не будет. Организаторы уже начали готовиться к спортивному событию, разработали фирменный стиль и приступили к созданию атрибутики. Трассу оставили прежней. Ее бегуны опробовали в 2019-м. Она пройдет через исторический центр города, улицы Ленина и Партизанскую, а также площадь Бугольца. Выйти на старт рождественского полумарафона могут все желающие. Регистрация уже открыта, заявки принимаются на официальном сайте до 31 декабря. Правда, ковидные ограничения все же будут, они коснутся численности участников на трассе. Так, на главную дистанцию в 21 километр выйдут не больше 500 спортсменов. Преодолеть 10,5 километров смогут 400 человек. Еще 300 пробегут непризовой участок в 3 километра. Итак, старт забега 7 января в 13 часов на Соборной площади. Получить на финише свою долгожданную медаль, готовимся уже в разработке и в фирменный стиль. Естественно, в таких зимних рождественских тонах и медаль уже мы совсем скоро ее презентуем. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Мед свежего урожая с лучших пасек страны в Омске. Новые виды полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей России. На традиционной ярмарке меда мечам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. Лучшие пчеловоды страны привезли в наш город десятки видов вкусного и полезного лакомства. Здесь каждый сможет найти продукт для себя. Помимо уже полюбившихся мечам традиционных сортов, липовый, цветочный и разнотравий, покупателям предлагают и мед с добавлением натуральных фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке множество видов целебного меда с добавлением пчелопродуктов. На ярмарке представлен большой ассортимент меда свежего и, конечно же, пчелопродукция. Из новинок хотелось бы рассказать о восковой моле. Это самый лучший мед против бронхолюбочных заболеваний, особенно сейчас, в такие непростые времена. Это лучше всего поддерживает организм и иммунитет. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Итак, попробуйте выбрать полезное лакомство, а мечи могут сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 1 по 5 декабря в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Бараново, в ДК имени Малунцево, а также на Левобережном рынке «Цокольный этаж». И о погоде. Спонсор прогноза ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Сегодня, 2 декабря, в Омске ясно, дневная температура составит 4 градуса ниже нуля. В районах пасмурно, в дневные часы 1-3 градуса со знаком минус. Ветер южный 4 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров у ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 26 ноября по 5 декабря. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Бараново, в ДК имени Малунцево и на Левобережном рынке «Цокольный этаж». Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. На этом пока все новости. Следующий выпуск уже в 14 часов. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!